МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В недостроенном доме для врачей детской многопрофильной больницы незваные постояльцы, бездомные собаки, которые терроризируют жителей ближайших домов. Наши корреспонденты изучили ситуацию. Впервые в физкультурно-оздоровительном комплексе на Гальянке проходит первенство города по фигурному катанию «Тагильская льдинка». Пришлась ли по вкусу новая площадка для соревнований, участникам и их родителям. Здравствуйте! В эфире Тагил-ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях вторника. Экстренная боевая готовность объявлена в Тагильской ракетной дивизии. По данным Минобороны России, началась внезапная проверка состояния боевого дежурства Тагильского ракетного соединения. В ходе инспекции, которую возглавляет командующий ракетной армией генерал-лейтенант Анатолий Кулай, особое внимание будет уделено готовности дежурных сил соединения и ракетных полков к выполнению задач по предназначению. Также запланирована практическая отработка мероприятий по выводу подразделений перевооруженных на новейшие ракетные комплексы «Яр» на полевые позиции. Боевые расчеты отработают множество водных, в том числе технического характера. Ракетные дивизионы выполнят маневренные действия с преодолением участков условно пораженной местности. Проверка продлится до конца недели. На дороге Нижнего Тагила вышли проверяющие. Сегодня специальная комиссия совершила объезд по Ленинскому району, некоторые улицы которого фактически остались без асфальтового покрытия. В причинах плачевного состояния дорог разбирался наш корреспондент Антон Исаев. Разрушение уголовных колодцев. А также ямы, трещины, провалы и колеи. На каждой улице есть замечания. Задача, стоящая перед специальной комиссией, визуально осмотреть недочеты и составить общую картину. Наша задача сейчас не только искать причины возникновения дефектов, но какие оперативные меры надо принять сегодня, сейчас и к чему готовиться на летний период. Члены комиссии уверены, сложная ситуация на дорогах вызвана рядом причин. В первую очередь покрытием БМО, которое использовали в 2014 году. Оно не выдержало условий эксплуатации. Подрядчики вовремя его не заменили, поэтому дорожное покрытие осталось без необходимой защиты. Второй фактор – обильный снегопад. Дорожники не вывозили снег с улиц из-за недостаточного финансирования из областного бюджета. А как известно, именно вода – главный враг асфальта. Действительно, состояние дорог видно. Каждый автолюбитель ощущает каждый день. От себя хочу добавить, что с каждым годом глава города все больше наделяет полномочиями общественность. И это очень приятно, это радует. Уже на завтра запланировано объезд Тагилстроевского района. В ближайшие дни комиссия оценит и магистрали вагонки. В итоге будет составлен общий отчет о состоянии дорог Нижнего Тагила. Расставлены приоритеты, где в первую очередь надо проводить ремонт. Результаты своей работы комиссия представит главе города. Антон Саев, Вадим Усков, Егор Игошин. Новости Тагил-ТВ. Контроль за проведением ремонта дорог будет усилен. Дополнительные полномочия в его осуществлении получат общественники. По предложению главы города состоится институт комиссаров, которые смогут следить за соблюдением установленных требований. Пройдет обучение для так называемого общественного контроля. И наша организация «Тагил без ям» будет активно включаться не только в пассивный надзор, но и активно вмешиваться в процесс ремонта. То есть, если мы видим фактическое грубое нарушение технологии укладки асфальта, то мы будем останавливать работу. Достигнута договоренность о том, что замечания комиссаров станут поводом для самой жесткой реакции. Численность и состав общественного формирования определяется. Подготовку участников обеспечит городская торгово-промышленная палата. Ее эксперты завершают разработку программы, рассчитанной на 72 часа. По окончании обучения комиссары пройдут тестирование и получат сертификаты. «Наша задача – это дать им определенные профессиональные знания. Как должны проводиться работы, какими материалами, какова технология, их правовой статус мы должны им определить и разъяснить. Вот эту работу мы ведем. Мы надеемся, что результат будет». С 17 апреля проезд по дорогам города будет запрещен для транспорта, нагрузка на ось которого превышает 8 тонн, сообщают в пресс-службе администрации города. Связано это с весенней просушкой автомобильных дорог. В это время, говорят специалисты, оттаивает грунт. И если не принять меры, то под землю уйдут последние оставшиеся в живых дороги. Как сейчас борются с нарушителями, чьи фуры перегружены, наблюдала наша корреспондент Наталья Филимонова. За лишний вес водителю придется заплатить. Специалисты оформляют протокол. Причина – груз в машине превышает допустимые нормы. «Существует специальная программа. Автомобиль каждую осень наезжает и высвечивается. Существует постановление правительства, в котором указана допустимая нагрузка. Если нагрузки не соответствуют, выписываем штраф». Ущерб от большегрузных машин огромный. Асфальт под тяжестью уходит в землю. А вот наказание никак не покрывает нанесенного вреда. Формула начисления штрафа известно давно, рассказывает Вячеслав Сизов. Она была утверждена Минтрансом еще в давние времена. «Она единая, пока другой еще не существует – это тонн на километр. То есть перегруз на тонны умноженный на километраж, который транспортное средство прошло по дорогам. В частности, если по дорогам нашего муниципального образования прошло, то получается суммы не очень большие, потому что у нас самый протяженный маршрут от точки въезда до точки выезда из города 21 или 23 километра есть». Но даже эти минимальные деньги, которые могли бы пойти хотя бы на латание ям, говорит Сизов, уходят в областную казну. Если водители не ловить за руку, то и оставшиеся в живых дороги исчезнут в Тагиле. На сегодняшний день оборудовано семь площадок на Северном и Черноисочинском шоссе, у шестой автобазы и здесь, на транзитной магистрали на окраине вагонки. Вот она-то как раз и самая тревожная. «Которая соединяет, допустим, верхнюю Салду и нижнюю Салду с центром нашей области, с Екатеринбургом, ну и там дальше с Федерацией, куда. Здесь входят транзитные грузы и зачастую с перевесом. Поэтому вот здесь, получается, у нас наиболее плодотворное для работы, весового контроля место». Через 12 дней в городе будет введено ограничение. Начнется весенняя просушка дорог. «С 17 апреля проезд по дорогам города будет запрещен для транспорта, нагрузка которых на ось превышает 8 тонн». Временные ограничения не распространяются на транспорт, который осуществляют перевозки пассажиров, продуктов питания, лекарств и грузов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Закончится весенняя просушка дорог 12 мая. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Сергей Иванов. Новости Тагил-ТВ. «Деньги на дороге надо сделать защищенной статьей в бюджете». Об этом заявил сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий. В условиях кризиса гарантировать необходимый объем бюджетных ассигнований. «Я думаю, что настала пора очень внимательно посмотреть бюджетное наше законодательство и каким-то образом фиксировать защищенную статью, либо целевые источники для того, чтобы в городах можно было ремонтировать и строить новые дороги». Подобное решение необходимо принимать на федеральном уровне, поскольку в регионах ситуация с распределением средств на дороге неоднозначная. Города недополучают необходимые средства. В адрес федеральных властей уже направлено обращение от главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана с просьбой вмешаться в ситуацию. В ходе совещания по мосту на улице Фронза Сергей Носов рекомендовал поторопиться и закончить запланированные объемы до половодья. Демонтаж старого моста практически завершен, и рабочие готовят площадку для переброски техники на правый берег. Это позволит не выбиваться из графика и работать во время паводка. Нерешенным остается вопрос поступления денег. В пятницу заместитель главы города по финансовой и экономической политике Евгения Черемных сообщила, что 72 миллиона на реконструкцию мостового перехода подтверждены, но средства областного бюджета, от которых напрямую зависит запуск моста, пока не поступало. Обещают в апреле месяце 60 миллионов, а потом оставшуюся часть позже. Для нас сегодня важно, чтобы эти 60 миллионов состоялись в апреле месяце. Я надеюсь, что это понимают и руководители Министерства транспорта Свергловской области, Министерства финансов, но и в целом правительства Свергловской области. Графики, которые мы составили, и организация работ, которая здесь есть, позволяет нам в сентябре открыть движение по этому мосту. Титановая долина – крайне неэффективный проект. Об этом заявили аудиторы Счетной палаты России. Накануне были обнародованы результаты проверки всех особых экономических зон. Основной критерий – количество созданных рабочих мест. В Титановой долине на 1 января этого года трудоустроен только 81 человек, или 0,2% трудоспособного населения Верхнесалдинского городского округа. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова поставила под сомнение необходимость выделения огромных бюджетных средств на долину. У вас достаточно серьезно неурегулированы многие вопросы. Зачем вы сейчас отдаете деньги опять? Зачем? Напомним, на Титановую долину выделено 2,8 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В особой экономической зоне сейчас только 8 резидентов. Однако реально работает только один – структурное подразделение ВСМПО «Ависма». Итоги проверки Счетной палаты будут переданы в Генеральную прокуратуру, в Министерство экономического развития. Также о работе особых экономических зон будет доложено лично Владимиру Путину. В праймарии с «Единой России» по Нижнетагильскому округу будет участвовать Алексей Богоряков. Экс-замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Богоряков подал документы в конце минувшей недели. Ранее на предварительное голосование выдвинулся брат Алексея Богорякова Дмитрий, являющийся учредителем и директором Богоряков фонда. Как отмечают региональные СМИ, помимо братьев Богоряковых, на праймарис по Нижнетагильскому округу заявились еще 8 кандидатов. Из-за паводкового повышения уровня воды в Свердловской области 9 населенных пунктов оказались отрезанными от мира. Как сообщил глава регионального МЧС Андрей Золенский, из-за повышения воды временно разобрали несколько мостов. В населенных пунктах, с которыми ограничено автотранспортное сообщение на период половодья, жизнеобеспечение населения не нарушено. Заблаговременно завезли продукты питания, а также товары первой необходимости, медицинские средства. Согласно предварительному прогнозу, в зоне половодья могут оказаться до 12 муниципальных образований. По словам начальника отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Андрея Жбанова, городская противопаводковая комиссия уже проверила готовность к половодью всех гидротехнических сооружений. Кроме того, спасатели в настоящее время выезжают непосредственно на водоемы, чтобы на месте контролировать обстановку. Экологи празднуют победу. Сегодня на заседании областного правительства гора Юрьев камень была признана памятником природы регионального значения. Такое постановление было принято в целях сохранения уникального комплекса. Разработка Юрьевского месторождения близ поселка Черноисточинск отныне невозможна. Напомним, горнодобывающая компания планировала построить в живописном районе щебеночный завод. С 2012 года против разработки месторождения выступали не только экологические активисты, но и чиновники, депутаты и местные жители. Ранее глава Нижнего Тагила Сергей Носов встал на защиту Юрьева камня. Он предложил региональному министерству природы ускорить процесс принятия решения по Юрьеву камню. Тагильские тепловые котельные могут вырабатывать электричество. Техническая возможность для этого есть. Об этом недавно заявил глава города Сергей Носов. В реконструкцию и переоборудование котельных уже провели крупнейшие промышленные предприятия города. Так называемая когенерация, то есть когда вместе с нагревом и работающими, то есть вместе с паром, да, с производством пара, ставится турбина, которая попутно вырабатывает электрическую энергию. Соответственно, это, конечно же, и дешевляет затраты на, собственно, производство тепловой энергии, да, поскольку есть еще второй продукт, который, ну, как электрическая энергия. По словам Константина Захарова, одной из первых переоборудованных котельных может стать степловой комплекс на Гальяно-Горбуновском массиве. Реконструкция нацелена на долгосрочную перспективу, поскольку моментальной выгоды она не принесет. Но установка трубки снизит стоимость как тепловой, так и электрической системы в будущем. Напомню, инициативу модернизации предложил глава города. И сейчас тепловики разрабатывают конкретный проект ее реализации. Будет ли достроена в Нижнем Тагиле детская многопрофильная больница? На сегодняшний день ответ скорее отрицательный. Средств областная казна выделять пока не собирается. В то время как жители города и округа остро нуждаются в медицинском учреждении. Долгострой создает тагильчанам сплошные проблемы. В этом убедился наш корреспондент Алексей Алексеев. Строительство детской многопрофильной больницы заморозили в 1998 году. Неоднократные обещания трех губернаторов Свердловской области возобновить и завершить возведение объекта так и остались пустыми словами. Ситуация вокруг здания вызывает множество вопросов. Причиной остановки стройки называли экономический кризис. Впоследствии за нее несколько раз брались вновь. Затраченные сотни миллионов рублей. Не слишком ли это расточительно? Люди все ждут ее. Когда же все-таки ее построят? Все-таки сколько денег, наверное, уже сюда ухлопали. Но ждем, все равно ждем. По проекту лечебное учреждение было рассчитано на 300 коек и поликлинический прием 100 пациентов в день. На много лет планировалось закрыть потребности в медицинском обслуживании детского населения города и округа. Не говоря о жителях растущего рядом микрорайона Муринские пруды. Сдвигов нет. В район только начинают оживать. И хотелось бы, чтобы побольше было учреждений, особенно для детей. Ну, рядышком у нас здесь нету. Я даже не представляю, куда, например, ребенка водить. Объект охраняется. Серьезных происшествий на его территории люди не припоминают. Однако определенного рода проблемы существуют. Как долго ждать большой беды? Когда вот такие недостроенные стоят здания, там достаточно много всяких собачек, бродячек. Я уже купила себе даже вот подпугиватель для собак. Вот видите, такая штука есть. К огромному сожалению, эти и другие вопросы по детской многопрофильной больнице повисли в воздухе. Городские власти пытаются что-то предпринять, но полномочий, чтобы изменить ситуацию, не хватает. Алексей Алексеев, Михаил Крюков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Клещи проснулись. В Свердловской области зафиксировано два случая укусов кровососущих. По данным регионального Роспотребнадзора, один из пострадавших, четырехлетний Екатеринбуржец, был привит. В травмпункте ему поставили иммуноглобулин. Также в медучреждение обратился житель Березовского, который обнаружил на себе клеща после поездки в сад. Санврачи отмечают, что пик активности клещей на Среднем Урале приходится на май-июнь. На основании исследований полевого материала с учетом климатических особенностей, специалисты прогнозируют в этом году уменьшение численности эксодовых клещей, но все же рекомендуют поставить прививку против клещевого вирусного энцефалита. Праздник спорта на арене президентского. Во впервые в физкультурно-оздоровительном комплексе на Гальянке проходит первенство города по фигурному катанию «Тагильская льдинка». Пришлась ли по вкусу новая площадка для соревнований участникам и их родителям, узнала Анна Хабарова. Слезы и смех, взлеты и падения, дружба и борьба. Для этих юных фигуристов открытое первенство города – первый шаг к большим успехам. Хоть дарование и совсем юные участникам турнира от 7 до 12, ледовую арену президентского оценивают высоко. Ну здесь тепло и вообще, ну большая арена, и есть где поразминаться. Арена президентского не пустую. Один за одним на нее выходят фигуристы. Лев Сергеев из Екатеринбурга грациозным видом спорта занимается с трех лет. Лед фока, по его словам, скользкий, а потому удобный. Секрет успеха известен – ежедневные и упорные тренировки. Фигурное катание – очень красивый вид спорта. Там даже руки могут разговаривать, показывать разные движения. То есть говорить, когда человек радуется, когда человек грустит, например. А уже занимаясь ежедневным катанием, уже, по-моему, восьмой год идет. На трибунах сегодня самые главные болельщики – мамы. Многие спортсмены идут заниматься спортом по их настоятельному совету и нисколько не жалеют. Особенно это стало актуально с появлением в Нижнем Тагиле фока президентский. Возможности, конечно, в разы усилились у наших детей, потому что раньше льда-то практически не было. А сейчас мы очень всем довольны. В открытом первенстве города Тагильская льдинка принимают участие команды из 12 городов. Более 500 фигуристов из Свердловской, Курганской, Челябинской областей и Омска борются за звание лучшего. Открылись соревнования показательными выступлениями чемпионов Европы среди юниоров. Самое, мне кажется, интересное, это программа, которую я, по крайней мере, успел увидеть, это, конечно же, показательные выступления синхронников. Это девочки из 16 человек показывают свое мастерство. Они, по-моему, 15-крантные чемпионы России. Тагильская льдинка будет радовать тагильчан до 8 апреля. Вход на соревнования свободный. Анна Хабарова, Александр Штраф, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. В городе может появиться два крытых катка с искусственным льдом. Глава города дал поручение подобрать земельные участки. В планах городоначальника попасть в программу ледовых комплексов Владислава Третьяка. Президент Федерации хоккея России рассказал недавно о создании четырех центров подготовки игроков, один из которых планируется на Урале. У нас сегодня президентский уже перегружен. Потому что когда рассказывают, сколько у нас занимается в комплексе, все смотрят с недоумением. А вчера мне цифру сказали, что в штате Ванкувера, в Канаде, три с половиной тысячи крытых катков с искусственным льдом. Во всей Российской Федерации 350. В Нижнем Тагиле в третий раз состоится фестиваль-конкурс, посвященный Булату Акуджаве «Возьмемся за руки друзья». В этом году он приобрел всероссийский статус и попал в федеральную программу «Культура России». Учредителем мероприятия стало Министерство культуры Российской Федерации. То, что фестиваль проходит на территории города Нижнего Тагила, для нас это очень важно, потому что он проводится в поддержку открытия центра Акуджавы. Ну и лично нам приятно такое доверие со стороны Министерства культуры. Для участников все условия останутся неизменными. Возможно, поменяется состав жюри. Открытие фестиваля-конкурса состоится 20 мая в Драматическом театре. В 21-го намечен конкурс исполнителей авторской песни «Гала-концерт». Заочный отбор по звукозаписям конкурсантов продлится до 30 апреля. Глава МВФ предупредила об усилении рисков глобальной экономики. Мирового кризиса сейчас нет. Но экономика восстанавливается слишком медленно, считает Кристин Лагард. Одним из самых главных препятствий является сильный доллар. Постоянно дорожающая американская валюта подрывает и без того нестабильных оппонентов. Напрямую российский рубль. Несмотря на временное укрепление в марте, курс сейчас продолжает падать. Подробности в нашей постоянной рубрике «Экономика и финансы». Центробанк в очередной раз понизил официальный курс бивалютной корзины. Доллар США подорожал на 22 копейки и стоит сегодня 68,67 рубля. Завтра 68,89 рубля. Единая европейская валюта прибавила чуть меньше. Сегодня за евро просят 78,16 рубля. На фоне падающего рубля самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила – 69,20 рубля. Покупки – 68,63 рубля. Единую европейскую валюту можно приобрести за 78,50 рубля. Реализовать за 78,03 рубля. С 11 апреля новости Тагил ТВ теперь и в утреннем, дневном и даже ночном эфирах на канале Тагил ТВ 24 в 7 утра, 14.00 и в 3 часа ночи. Специальные репортажи, актуальные темы, интересные события и люди. Смотрите в любое удобное для вас время. Такова была информационная картина дня. Далее новости спорта. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefistv.ru. Всего доброго. Спасибо за внимание. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Спутник подвел итоги сезона. Итоговая пресс-конференция прошла накануне в Ледовом дворце спорта имени Сотникова. Тренеры Бобров считают, что тагильчане выступили достойно. Несмотря на несколько слабую игру в первой части чемпионата, команда смогла переломить ситуацию и вышла в плей-офф. В конце регулярного чемпионата выплеснули очень много положительных эмоций, а на их восстановление нужно было время. Именно эмоций и не хватило. Потом начали приходить в себя и в итоге сыграли очень хорошо. К сожалению, из-за травм потеряли несколько ребят. В целом претензий нет ни со стороны тренерского штаба, ни со стороны руководства. Была команда, а не личности и фамилии. Поэтому мы и провели хорошо концовку чемпионата. Отдельные игроки не выигрывают игры. Выигрывает команда. Конец цитаты. Гиревики тагильской полиции отличились на областных соревнованиях, которые прошли в рамках спартакиады организации «Динамо» на манеже Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. Участие в турнире приняли практически все команды городов региона, в том числе управление МВД, исполнение наказаний, ФСБ, судебных приставов, госнаркоконтроля, линейного отдела. Спортсменам нужно было выполнить норматив «Рывок» в один прием с фиксацией гири на прямой руке и толчком гирей массой 24 килограмма. Наш город на состязаниях представляли семь тагильчан. В командном первенстве им удалось завоевать третье место. В личном бронза на счету правоохранители ОМОН Алексея Беляева и Романа Никитина. Маленькие дзюдоисты – призеры городских соревнований. Открытое первенство среди младших юношей прошло накануне в Нижнем Тагиле. Воспитанники спортшколы Олимпийского резерва «Уралец» показали высокий результат. Победителями стали Никита Бабенко, Антон Швецов и Захар Красиков. Серебро завоевал Макар Никитин. Пьедестал почета замкнули Александр Перевозкин, Владимир Коротков, Тимофей Фесик и Кирилл Храчков. На этом у меня все. Главные спортивные события города расскажем завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин. Новости спорта Тагилтовая. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова